Всем привет! После этого набора захотел еще вот такой набор для импакта, но уже чисто по металлу. Я купил такое одиночное сверло для теста, чтобы понять, стоит ли тратиться на весь набор. Единственный диаметр сверла был только 5,5 мм, но для теста я думаю пойдет, так как мне важны другие характеристики. Также под шуруповерт купил для сравнения вот такое сверло с содержанием кобальта, которое выдерживает высокие температуры. У этого же сверла титановое покрытие, которое распределяет тепло. И теперь на практике хочу сравнить разницу, как работают эти сверла на металле 5 мм. Также попробую просверлить сверлом RED с помощью угловой насадки. Если кому интересно, давайте посмотрим. Начну сверлить шуруповертом и посмотрим, сколько потребуется времени на одно отверстие, чтобы сравнить скорость сверления с импактом. Время сверления одного отверстия вы увидите на экране. А теперь то же самое с помощью импакта. Стоят максимальные обороты, сверла одинакового диаметра, смотрим разницу по времени. Разница в скорости сверления, как мы видим, в три раза. Далее можно посмотреть, как с этой задачей справится угловая насадка. Возможно, в каких-то вариантах сверления с ней будет более удобно. Как видно, с насадкой времени требуется уже больше, но в каких-то моментах значение имеет уже удобство, а не скорость. Ну а теперь я хочу прогнать эти сверла на беспрерывном сверлении несколько отверстий подряд на максимальных оборотах. У шуруповерта это 1850 оборотов в минуту, у импакта это 2900 оборотов в минуту. И посмотреть, как эти сверла справятся с такой задачей. Видео будет ускорено, чтобы не тратить время на этот монотонный процесс. После 16-го отверстия сверло с содержанием кобальта уже посинело, но все еще продолжает работать. А теперь то же самое с импактом, так как эти сверла меня интересуют больше, чем сверла под шуруповерт. Ведь сверление импактом ускоряется в разы. И сейчас посмотрим на это сверло после сверления при 2900 оборотах. После 22-го отверстия сверло даже не поменял от свет. Выводы для себя я сделал. Коротко как-то так. Всем хорошего настроения. Всем пока.